Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю историю, дам свои комментарии по этому поводу. Вы тоже все это можете сделать в комментариях под видео. Давайте приступим. Не знаю даже с чего начать свое повествование. Мама вышла замуж, когда ей было 20 лет, родила меня в 21. Выходила замуж не по любви, подогнали выгодную в кавычках по тем временам партию, и она росла в деревне. Но это тот случай, когда нужно уже свалить из отчего дома и выйти замуж хоть за кого. Папа мой был из благополучной семьи, квартира трехкомнатная у родителей, жигули, дача и прочее. Потом родилась я и через 5 лет мой брат. Забегая вперед, отмечу, что отношения с братом у нас хорошие. Мы очень любим друг друга и дорожим нашей семьей общением. Мама любила брата больше, чем меня. За все косяки попадала всегда мне. Во всем всегда была виновата тоже я. Папа у нас стал пить, когда мне было 10, а брату 5. Мама работала без продуху на рынке, торговала на морозе. Брат был на мне. Из садика, конечно, его забирала бабушка, но когда он пошел в школу, заботу о нем, легли все эти дела на мои плечи. И когда мама отдыхала, бывало такое, конечно, редко пару раз в месяц, брат тоже был на мне. Меня не пускали гулять без него или идешь с ним, или сидишь дома. Конечно, я мозгами понимаю, что мама редко отдыхала, ей тоже необходим отдых и покой. Но почему-то меня так это обижает и задевает даже сейчас. Всегда мама сравнивала меня с другими. Мама, конечно, на язык всегда была острая, как и сейчас. Мне кажется, она просто не понимает, что слово «мама» может так ранить. Живу отдельно уже давно. Из дома уехала в 18 лет на заработки за границу. Сейчас я вернулась обратно, родила ребенка, и все время я в данный момент цепляюсь к маме. Раздражает ее поведение. Она берет моего ребенка на руки, когда я прошу что-то не делать с ребенком, ну, например, не давать сок. Ее реакция на это «ты молчи вообще, а то мы тебя сейчас и забьем». Это она типа от лица моей дочери годовалой на тот момент говорила так. Я пишу все это и понимаю, как глупо, но я не могу ничего с собой поделать. Когда прошу что-то не говорить моему ребенку, ой, какая ты стала толстожопая, ой, ну ничего себе, ты там у бабули в деревне бока отъела. И она обижается еще. Хотя я просила нормально сначала, Юр, не говори так, пожалуйста, не создавай ребенку комплексов. А, это она про ребенка так говорила. По одно ухо влетело, в другое вылетело. Как только ответила жестко, что не позволю моему ребенку создавать комплексы, как-то так мне сразу, а на меня обиделись. Три дня не разговаривала она со мной. Очень стараюсь быть с ней мягче, но получается плохо. Еще я заметила странную особенность. Когда мы встречаемся на ее территории, раздражение какого-то ноль. Мы хорошо общаемся, но стоит прийти ей ко мне в гости и закипаю как чайник. Я очень люблю свою маму, я очень благодарна ей за все, что она для нас сделала. У нее очень непростая судьба. И я ненавижу себя за эти чувства вины. Мамочка вам виной подчевала за то, что она страдала с мужем-алкоголиком, ради вас с братом все зарабатывала. Но делать ничего с собой не могу. Это чувство меня просто душит. Я маму не считаю виновной в том, как сложилась моя жизнь. То есть я не считаю, что если бы она относилась ко мне иначе, я была успешнее, например. Просто во мне сидит эта обида той маленькой меня, которую я не могу проработать уже 25 лет. Мне сейчас 35. Вы молодец, все правильно разложили. Мама тоже чувствует, конечно, с моей стороны такое поведение и считает, что я не могу простить ее за свое детство. Так много моментов прокручиваю с детства и упиваюсь, что ли, этими обидами вопрос. Зачем это делаю, непонятно, но продолжаю этим заниматься. А вы ждете от мамы любви, которую никогда не получали в полной мере, потому что любила же она больше брата. Доверительных отношений у нас не было никогда, и сейчас я сама стала мамой и дочке моей 6 лет. Я пообещала себе, что никогда не буду как моя мама. Я никогда не буду бить своего ребенка, унижать, наказывать на какие-то физические недостатки. В психологии говорят, есть такая фишка, да? Когда ты говоришь, что никогда не станешь, как твои родители, и все равно ты становишься, как они. Нет, это не мой случай. Наверное, получилось как-то сумбурно и кажется, что я выступаю в роли жертвы. Я просто хочу наладить отношения с моей мамой. Ведь я ее очень люблю и на самом деле боюсь даже представить жизнь без нее. Молодец, правильно все написали. А давайте я долго все это объясняю. Вы очень многое сами понимаете. Если у вас вопросик, здесь он не прозвучал, что мне делать, я отвечу просто. А вам просто нужно маме говорить о любви. Ваша мама не умеет говорить о любви, не умеет ее транслировать. То есть она свою любовь транслирует агрессивно. Я не знаю даже, как это назвать. Ну, короче, на каком-то странном, корявом языке любовью она объясняется. Для нее любовь это забота, вот это я жертвенность ее, для вас это любовь. Я жертва, я пахала, я старалась, с алкоголиком жила. Все для тебя, все для брата, бла-бла-бла-бла. Вот у нее вот это любовь. Для вас любовь это прикоснуться, поддержать, поцеловать, обнять, похвалить. Все, больше ничего, по сути, не надо, да? Почему вы все это продолжаете, обиду не отпускаете? Потому что вы застряли вообще в детстве, в своей психотравме, на самом деле, в своем возрасте. У вас есть обиды, вы ждете, либо мама должна извиниться за них, признать свои обиды, поговорить об этом. Этого не происходит. Я больше скажу, он не захочет это делать, признавать свои ошибки, потому что ей нравится быть манипулятором. Она на вас сдавила чувством вины своей вот этой жертве. У нас вообще такое комбо классическое. Не обязательно, что вы будете такая же, как мама. Возможно, нет. Просто, если вы ее простите, вам кажется, что у вас вообще ничего больше. Вы до сих пор ребенок, который боится потерять мамину любовь, мамино внимание. И пока у вас есть обида, и вот эти ваши вспышки, которые обиды вы показываете на маму, реагируете. Она продолжается, есть повод не только за прошлого, она сейчас еще так себя ведет, не очень, да? Вот пока вы все это, у вас процесс вот этот идет, у вас с мамой контакт есть. Вам страшно, что контакта не будет, если вы отпустите обиды, любовь закончится. Ваша любовь к маме зафиксирована на обидах. И вам кажется, если мы проблему решим, обиду отпустим, а как по-другому? Че, любовь закончилась? Я же с мамой другую маму не знаю, по-другому не умею. И мама вот так и любовь свою проецирует, показывает. И че? Детство закончилось? Вы все еще живете чувствами, вы ребенок, недополучивший любовь, внимание, заботу. Получите, вам кажется, это, типа обида пройдет. Вот. Мама не собирается на другом языке говорить и это давать. Вот как умеет, вот через злость, агрессию. Вообще мамы проблемки очень большие. Мама очень травмирована. Раз ей надо было сбежать из дома для выгодной партии какой-то. Мама по жизни манипулятор, жертва. Я не буду давать какие-то рекомендации психологические. Из разряда живите по своим правилам. От мамы надо, да, дистанцироваться на территории. Ну, это всякие моменты, да. Говорит, что разрываетесь, мамы отношений нет. Вы вообще к этому не готовы. Вы меня просто сейчас спрашиваете. Я прочитала письмо плачущего ребенка, которого ранили. У него до сих пор рана большая в душе. Но он даже не может сказать маме о том, что он обижается, что ему больно. И надо его обнять, пожалеть и взять на ручки. Но очень сильно больно до сих пор. И страшно от того, что мама продолжает обижать уже твоего ребенка. И ты, как сильный взрослый человек, защитить своего ребенка не можешь от нее. И страдает еще твой ребенок. Вы чувствуете при этом себя еще и мамой вот такой, да. Которая не может защитить. Вы периодически огрызаетесь, периодически кидаетесь на свои территории, где ваши личные границы. У мамы дома, как сказать, проблем нет. А вот у нас дома, да, проблема. Потому что я на нее начинаю сразу. Потому что вы чувствуете себе, позволяете себе. Это ваша территория, ваши личные границы. Но вы от мамы не только не сепарировались. Вы от мамы ждете любовь, принятие здоровых отношений. На самом деле, мамину любовь. Которая вам доставалась вот в таком травмированном, покореженном виде. Вопроса, как такового, я здесь не увидела. Но могу сказать, что если ваш вопрос, будете ли вы, как ваша мама, в отношении своего ребенка, скорее всего, нет. Просто любите ребенка своего. Целуйте больше, берите на руки, обнимайте, хвалите, не ругайте за оценки, за школу, там сейчас 6 лет, за все это прочее. Это фигня. Потому что оценки школы, очень часто пользуются родители, контакт и отношения с детьми, это когда школа начинается. Родители почему-то верят больше учителям и оценки вашего ребенка. Они даже в школах не знания сейчас оценивают, а отношения учителя к ребенку, я бы это так и называла. Ну не во всех школах, но в большинстве, в обычной государственной школе. Вы должны любить ребенка любым, с двойками, с единицами, с пятерками, хоть как, чтобы не быть как ваша мама. Просто любите свою дочку, проводите с ней больше времени, любите, обнимайте, целуйте, на руки берите, хвалите ее, поднимайте ей самооценку. Если вашу самооценку гнобила ваша мама, занижала ее, сравнивая вас, вы чувствовали четко, что любили больше брата, а вы там как золушка были и все делали. Вот это вам поможет не быть как маму уже, потому что мама всего этого не делала, а вы до сих пор этого всего ждете. Плюс еще вы будете таким образом возмещать то, чего вам не хватало и до сих пор ждете от мамы. То же самое, просто делайте своей дочери, делая ей, вы будете восполнять и свое, назовем так. Я уже об этом говорила, еще расскажу, что когда у нас рождается первый ребенок, мы с первым ребенком проживаем свои же кризисы, свои психотравмы, которые были у нас в детстве и забыты со своими родителями. Сколько ребенку лет, такой же кризис или такая же психотравма у меня, как у родителя. То есть я наблюдаю своего ребенка, автоматически вспоминаю себя в этом возрасте, обиды, несправедливости, что-то еще вылазит. И мы сами себя проживаем, свою психотравму в этот момент, когда мы видим просто параллельно рядом своего ребенка в этом же возрасте. Вы, дочке 6 лет, вы потихонечку подходите к 10 годам своим. Когда у вас была самая большая психотравма, когда брат родился, когда папа, точнее, извините, начал пить. Вот у вашей дочки сейчас 6, у вас обид еще сейчас больше, это было время, когда брат родился, вы стали делать с маленькой взрослой не то, что хотите, а то, что вас заставляли за братом, вы там ходили и все прочее. Короче, я сейчас больше скажу, у вас к маме еще больше претензий будет. Но вы не готовы ничего решать, менять, вы вообще хотите, чтобы все было тихо, гладко, вы очень сильно боитесь потерять мамину любовь, мамочку. Поэтому я могу вам дать одну рекомендацию, единственную, говорите маме, что вы ее любите. Просто любите вашу маму, потому что она недолюбленная. Определение любви, которое в вашей голове. Как вы видите, что такое любовь. Постарайтесь маме и вашей дочери дать любовь, то, как вы ее видите. Может быть, это смягчит сердце вашей мамы, у нее другая любовь. Вот что я вам скажу. И вам эта интерпретация не очень нравится. Она вам делает больно. Она не закрывает, не удовлетворяет вас, ваши потребности. Вы хотите по-другому, но вам это и не дает пока что. Вот что я могу сказать по этому письму. То есть конкретного вопроса ко мне такого не было. Поэтому я прокомментирую таким образом. Можете написать в комментариях под видео, что вы думаете по этому поводу. Эта история очень частая. Очень много людей, кто таким образом проходил воспитание, любовь. Родители так транслировали. И сейчас уже во взрослом периоде своей жизни испытывают такие же затруднения или проблемы. Спасибо вам большое за то, что посмотрели, написали комментарии. В инфобоксе под видео моя почта. Вы можете написать историю от Анонима также, чтобы я в видео ответила. Можете прислать запрос на консультацию индивидуальную, не публичную. Пожалуйста. Также это почта. Пишите туда. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.